Всем приветики! С вами Ольга и я вам желаю здоровья, счастья, радости, любви. И сегодня я хотела бы поговорить о свежих новостях. О свежих новостях, когда российские граждане наконец-то смогут въехать в Италию. К сожалению, сейчас вот как раз, по последним данным, вот этот вот посол Евросоюза в Москве, Маркус Эдер, заявил, что россиянам въезд в Италию запрещен по крайней мере до конца октября 2020 года. Когда в следующий раз будут пересматривать эти даты, неизвестно, потому что сейчас в связи с эпидемией коронавируса растет число заболевших как в Евросоюзе, так и в России. Надеемся, что наконец-то откроют эти несчастные границы и наши замечательные российские туристы смогут въехать наконец в Италию. Я смотрела новые билеты на Победу, они немножко уже подорожали, поэтому из России в Италию в один конец, я смотрела из Пизы в Москву, из Москвы в Пизу, билет уже стоит в один конец 119 евро. Ну, главное, чтобы открыли границы. Нужна ли справка об отсутствии коронавируса по въезде в Италию? Сейчас справку для въезда в Италию требуют у пассажиров, которые проезжали через Хорватию, Грецию, Мальту или Испанию. Или, если они находились в этих странах в течение 14 дней. В остальном нет. После въезда в Италию пассажиры могут самоизолироваться на 14 суток, но это тоже не для всех. Вот для этих стран, которые я уже перечислила, да, нужно будет 14 дней самоизоляции. Для остальных пока нет, для российских граждан нет. Какие документы сейчас нужны для въезда в Италию? Когда откроется Италия, наконец-то мы надеемся на это, кроме предъявления за кранпаспорта и визы, перед посадкой на борт самолета, пассажиры должны будут заполнить форму специальной декларации об ответственности. Эту форму можно будет распечатать в интернете или взять в аэропорту и заполнить. Что, в зависимости от Италии, от Италии, то есть это центральная Италия, Сицилия, Сардыния и так далее. Что спрашивают на границе в прилете на Сицилию, хотела бы сказать. В прибытии на Сицилию все пассажиры обязаны предъявить заполненную декларацию о состоянии здоровья. Пока подумайте, куда отправиться на Сицилию, в Палермо или Катанию, потому что Победа летает и туда, и сюда. Когда можно поехать в Италию и что для этого нужно? Особые документы на въезда на Сардинию, потому что туда тоже летает прямой самолет. Пассажиры, которые прибывают на остров Сардиния в аэропорту прилета, должны предъявить заполненную декларацию о состоянии здоровья. То есть эту декларацию сейчас нужно обязательно заполнять, когда въезжаешь в Италию. Но это имеется в виду тогда, когда откроются наконец границы, границы Италии и России. Ну что, по прибытии в самую восточную область Италии спрашивают также заполненную форму декларации о состоянии здоровья. Этот бланк можно получить на официальном региональном сайте любой из региона Италии или заполнить в аэропорту, как я уже говорила. Сажают ли на карантин по прибытии в Италию из России? Пассажиры, прибывшие в Италию не из стран Евросоюза или Великобритании, Северной Ирландии и еще ряда государств со спокойной эпидеологической обстановкой, должны самоизолироваться на 14 суток. В общем, не знаю, когда из России, войдет ли это правило для российских граждан или нет. Пока еще это все под вопросом. Ну, уже многие-многие страны, так сказать, включая Турцию, сейчас вот россиян готовы принимать 22 страны, включая Турцию, Великобританию, Танзанию, еще 111 стран, частично открытые для путешественников из России. А остальные страны, дорогие мои, закрыты полностью. Что это означает на практике? Придется ли сидеть на карантине? И какие документы будут для въезда? Это еще будет под вопросом, и нужно будет смотреть, когда это все откроется. Ну, пока въезд в Италию для россиян закрыт. Как минимум до конца октября 2020 года. Еврокомиссия прогнозирует, что только после этого строка можно будет вернуться к пересмотру списка безопасных стран. Сейчас эпидемиологическая обстановка в России, Италии напряженная, к сожалению. Дело в том, что у меня есть билет на 13 ноября, и я буду надеяться, что я все-таки полечу в Россию. Полечу! Потому что пока еще сейчас закрыты границы Италии и России до конца октября. Но я думаю, что с 1 ноября откроется. Я, как уже говорила, билеты на Победу продают. Они подорожали. Но если билеты продают, я думаю, что все-таки надежда есть. Немножко они подорожали. 118 евро в один конец, как я уже говорила. Но главное, чтобы открыли эти границы. Потому что я хочу домой в Россию. Я уже не была там 9 месяцев. Мои уже ребеночки подросли. Не ребеночки, а внученочки. И я хочу их обнять, расцеловать. Я думаю, что без всяких коронавирусов. А сейчас, дорогие мои, я вам желаю прежде всего здоровья. Не поддавайтесь никаким коронавирусам. Не поддавайтесь никакой инфекции. А если уже поддались, у меня есть один лайфхак. Возьмите масочку, потому что сейчас все равно нужно на улицу ходить в маски. Возьмите бальзам звездочки. Пальчиком туда раз. И проведите по центру маски этим пальчиком с бальзамом звездочкой. И потом надевайте маску. Дышать намного приятнее. Потому что запах от бальзамчика очень приятный и вкусный. И никакие уже болезни к вам не пристанут. Это раз. А если даже у вас что-то там из-за першила в горлышке или какие-то в носу, то после этой, так сказать, масочки с бальзамчиком у вас все это дело пройдет. Поэтому будьте здоровы, любимы и счастливы. С вами Ольга. А вот она я по морю хожу. А там всякие корабли плавают. А я в новых очках и с новым шапком. Ох, красота какая-то. А я босиком хожу. Ля-ли-ка. Вот они мои ноги. И вон все загорают голопухой и голожопой. Хи-хи. Субтитры сделал DimaTorzok